Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 20 лет, этим летом у меня пошла волна всех болезней, самые серьезные которые у меня были за всю жизнь. Идут прямо вореницы и что-то вместе. Я не понимаю до конца почему так и что с этим делать. Понимаю что это может быть наверно по сознательному уровню. Этим летом были стрессы, а также внимание моих водителей переключилось на одну проблему связанную с моим братом. Может я так пытаюсь обратить на себя внимание. Если это так, то как не восполнить внимание самой себе? Ну в первую очередь внимание, точнее отсутствие внимания человека к самому себе это невнимательность к своим собственным переживаниям. Это попытка их подавить, скрыть, переформулировать, выдать одно за другое и так далее. Да, то есть это своего рода, ну можно назвать это манипуляцией. Да, можно назвать это манипуляцией. Если говорить о том, что ваши болезни могут иметь психосоматическое ядро, то я бы сказал, что возможно речь идет о чувстве несправедливости. Ну то есть стресс в некоторых случаях является стрессом только потому, что человек смотрит на проблемы, на вызовы, на препятствия, как на то, чего быть не должно. И когда с ним это происходит, то в общем-то воспринимает это как, ну как наказание, как кару, вот. И соответственно уходит в отрицание, уходит в обесценивание, уходит в борьбу. Да, безусловно, речь, идущая о болезнях, по общему правилу отсылает нас к истероидному поведению. И истероид действительно добивается, точнее не истероид, если я ничего не путаю, это не истероидность, это ипохондрическая модель поведения. Да, привлечение внимания, да, повышение собственной значимости. Если мы говорим здесь о внимании вот так, то это не столько внимания, сколько базовая проблема с ощущением, кто я. Кто я в этом мире, кто я для общества и так далее. То есть это вот скорее такого рода проблематик. То есть это проблема с одной из базовых потребностей человека, потребность в иерархии. То есть потребность в занятии мною определенного положения в обществе, в том числе для других людей. Понимаете, да? И это напрямую связано с реализацией. То есть я, например, не могу, к примеру, да, ну вот просто вот, к примеру, да. Я не могу реализоваться. Вот. Не могу реализоваться, ну, допустим, так как я этого хочу, к примеру, повторю. И, соответственно, я заболею, чтобы таким образом почувствовать себя важной и ценной для других людей. Да, здесь еще вполне возможно присутствует проблематика ревности к брату, то есть конкуренция с братом. Вполне возможно присутствует. Но это здесь уже отдельная история. Эта история больше связана с взаимодействием, вашим взаимодействием с родителями. Вот именно, ну, конкретно, конкретно вашими родителями. Вот. И, соответственно, тут вектор наших исследований немножечко меняется в направлении вашей уже семейной структуры, вашей семейной схемы, ваших семейных коммуникаций. Вот. Аноним, а вопрос задается анонимно. Скажите, пожалуйста, вы правда думаете, что на основании такого небольшого текста можно предположить, что скрывается за вашими болезнями? Я думаю, как минимум, необходимо выслушать вашу историю жизни, чтобы увидеть проблемные моменты. Ну, то есть просто вот вашу историю жизни с момента, как вы ее помните, до сегодняшнего дня. Чтобы посмотреть, а где же были какие-то значимые для вас события. Например, если вы в какой-то момент переехали от родителей и стали жить одна, например, то что это для вас значит? Какое для вас это имеет значение? Как вы общаетесь с братом? Как вы общаетесь с мамой, с папой? Например. Понимаете? Как-то так. Наконец, нельзя полностью сбрасывать со счетов и физиологическую сторону проблемы, генетическую, наследственную. Наконец, случайности могут также давать о себе снабы. Понимаете? А ценным материалом для анализа было бы раскрытие конкретных болезней. Что болит? Какой орган? Можно было бы лучше понять, в чем заключается, может заключаться ваша проблема. Хочется сказать, что наличие возможности психосоматической природы заболевания не отменяет необходимость лечения их медицинским способом. Иначе могут быть не самые приятные последствия у таких, у такого обращения с собой. И это покажется, возможно, парадоксальным, но то, что вы видите в своих заболеваниях психосоматику, может подспудно означать, что как-то вот заботиться о себе вы не хотите. Может подспудно означать, что болезнь вы воспринимаете как наказание. А если вы воспринимаете свои болезни как наказание, то, соответственно, вы себя, скорее всего, за что-то наказываете. И вот выяснить то, за что вы себя наказываете, на мой взгляд, очень важно. Потому что наказание себя и как раз таки может приводить к тем вещам, к тем аспектам, которые вы описываете. Именно наказание, самобичевание, аудиогрессия очень часто приводит к таким вот последствиям, да, которые вот вы, ну вот, собственно говоря, описываете. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я бы сказал, что вопрос, конечно, серьезный. Я бы сказал, что вопрос, конечно, очень важный. И я бы сказал, что вы как-то, на мой взгляд, довольно поверхностно, что ли, к этому относитесь. Я ни в коем случае вас не хочу обвинять в чем-то, да, но просто вот как-то высказать свою мысль относительно того, что вы вот на мой взгляд, ну, на мой скромный взгляд, как-то вот к себе относитесь здесь несколько, ну, как-то вот обесценивающих, как будто бы, хотя я могу ошибаться. Но вот этот момент как-то игнорировать достаточно сложно. Вот. То есть это весьма серьезно бросается в глаза, весьма сильно бросается в глаза. И честно говоря, на мой взгляд, это то, что нужно, с чем тоже нужно работать, потому что причинами вашего такого состояния может быть в данном случае все, что угодно. Я бы основную ставку делал, вот какую-то глобальную ставку, я бы делал все же на именно реализацию, точнее отсутствие реализации. Отсутствие вашей собственной реализации. Как основной проблемой. И рассматривал бы болезнь, вашу болезнь, именно как способ компенсации. Именно как способ компенсации того, что вы не реализуетесь. Естественным следствием данной модели поведения может быть требование от себя реализоваться. Ну, или реализовываться. То есть вы можете прям вот, ну, натурально требовать от себя реализовываться. Прям натурально, прям вот, ну, загонять себя в этом смысле. И как результат находиться в, ну, вот, стрессовом положении, стрессовой ситуации. И в целом не расслабляться. Вот. Поэтому я бы здесь порекомендовал бы вам, наверное, присмотреться к себе. Да, присмотреться к вашим способам жить. И уже после этого, как бы вот, например, в качестве обрядной связи, которую бы вы могли дать психологам, например, на мой ответ, выбрать для себя направление психотерапии. Вот. Можно не сомневаться в том, что та проблема, которая видится вам, на самом деле не является таковой. Такое бывает очень часто, и в психотерапевтической практике подобное абсолютно нормально. Но, дабы было с чего начать, я бы все-таки начал бы с формулирования обратной связи на то, что сейчас я вам постарался предложить. Это просто вот история про некую, 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 про некий такой стат, вот. Про некую такую, ну можно сказать, точку отсчета для вас. Чтобы вы как-то вот, может быть, лучше видели всю картинку целиком. Вот. Вот. Подумайте, в каких импульсах, в каких желаниях, в каких потребностях вы склонны себя ограничивать? Происходит ли так, что вы себя где-то ограничиваете? Если да, то вот было бы здорово увидеть, как это происходит. Как конкретно происходит ваше ограничение или ограничивание себя самой. Почему вы так делаете? Как вы к этому пришли? И так далее. Это очень было бы полезно для лучшего и более полного понимания вас. Вот. Надеюсь, что пищу для размышления вы получили. И понятно, что ответов на все вопросы и решения всех проблем ждать не приходится. Потому что это вопрос индивидуальной работы. Вот. Но в качестве некой вам базиса, в качестве некой базы, я надеюсь, что вам этого будет достаточно. Всего вам самого доброго. Еще раз удачи. Вы большая молодец, что обращаетесь за помощью. Это говорит о том, что в известной степени вы уже достаточно зрелый человек. Вот. Так что продолжайте в том же духе и делайте следующий шаг. А мы с радостью вам поможем и с радостью вас поддержим. Удачи! Удачи!